Привет, мои хорошие! С вами Селия Насвей, и сегодня мы начнем делать ширму! На самом деле, сделать ширму – это давнишняя, давнюшняя, давняя моя мечта. На самом деле, я покупала, у меня есть на работе в магазине ширма, которая купила со скидкой 2500 в Икее. Такая железная, она, знаете, ступенькой так идет, кованная. Но она оказалась очень низкой, то есть в полный рост, вот так, чтобы я стояла, показывала свои какие-то новинки, вещей, или просто как-то декорировала ее. Она на самом деле маленькая и выглядит не очень, так знаете, презентабельно, как бы мне хотелось. И всегда, когда я видела вот такие ширмочки где-то, я все время думаю, блин, вот как хочется такое сделать? В голове кучу всего было, думаю, может быть, даже думала плести сама из чего-нибудь, да? Кристинка моя тоже сделала ширму, она, по-моему, видео еще не снимала. Она чуть-чуть по-другому делала, ну, такой более бюджетный вариант, хотя я так подумала, она там кожу покупала, все эти дела, плюс время, может, даже это и дороже вышло еще. Но сам факт, я решила, думаю, дай посмотрю, что вообще в интернете пишут по поводу сделать ширму своими руками. Если Кристинка сделала, наверняка кто-то уже делал. Я зашла, я даже не знала, как вот эти штуки называются, я зашла в интернет и сразу увидела ширмы вот из таких вот дверей, это на самом деле двери. И думаю, как вот эта вещь называется, чтобы посмотреть вообще цену их. Это называется, девочки, жалюзийная дверь. Все, больше ничего не нужно. Вопрос, где она продается? Да в Леруа Мерлен полно. От двух метров и ниже, то есть максимум два метра и ниже, я взяла самые высокие. Есть пониже, прям вообще такие, знаете, небольшие. Все они единственное, не покрашенные. То есть если бы можно было, я бы сразу взяла белую. Но они все вот из такого дерева. Я взяла два метра и взяла, есть еще пошире там, но я взяла поуже. Мне кажется, что лучше взять больше таких, но поуже. Будет смотреться более красиво, как мне кажется. Сейчас я их просто поставила, еще не распаковала, потому что их нужно красить. Краска у меня на работе. Этот влог такой, он будет частями с компоновой. Сегодня только пришла мне эта идея сделать ширму вообще, потому что хочу, чтобы красивый был фон для моих одежд. Не всегда у меня получается, честно говоря, снять студию. Это огромная затрата времени, а время дефицит. На балконе уже, блин, как-то это, надо разнообразить. Не хочу все время все на балконе показывать. Ну и вообще, как бы фон мне нужен. Короче, ширма моя мечта и именно такая. Придется красить. Дальше. Значит, я взяла 4 такие штуки, потому что мне показалось, у них где-то около полуметра. Чуть-чуть меньше полметра ширина. А высота 2. 2 с копейками. Стоит одна такая створочка 1298 рублей. В Леруа Мерлен. Есть пошире еще, они стоят там около полторы тысячи. Я взяла 4 штуки, чтобы была створка такая широкая, высокая, чтобы все красиво было. Дальше я купила петли. Мне посоветовали 3 петли. Сначала я думала, знаете, одна наверху, другая внизу. Но мне сказали, что за счет того, что она очень высокая, лучше использовать 3 петли вверху, внизу и посередине. Я выбрала вот такие петли. Они стоили там, не знаю, где-то 64-68 рублей 2 штуки. Я взяла, соответственно, 5 штук по 2. Это мы потом посчитаем. В конце я посчитаю, сколько мне вышло. И вот такие вот 25 рублей, по-моему, саморезы. У меня брат оставил, кстати, свой шуруповерт. Так что я думаю, что шуруповертом мы быстро все это сделаем. Мне осталось на работе забрать краску. Я это сделаю завтра, потому что сегодня я с малышом. И, в принципе, скрасить с малышом я не буду эту дверь. То есть сегодня я просто вам говорю, что я купила, я счастлива. И я не знаю, прям распаковывать ее лучше не распаковывать, потому что там очень много заусенцев. Нужно покрасить. И еще, я не знаю, может быть, даже и лаком потом вскрыть. Посмотрим. Может, даже и зачистить. Я вижу просто заусенцы вот здесь. То есть можно занозу получить. Но мне интересно, уберется это, если мы окрасим или нет. 2-3 слоя окрасить нужно было бы. Обычной водоэмульсионкой, которая стирается, если что, в воду, если вы где-нибудь ляпнули ею. Единственный момент, который я еще не посмотрела, надо посмотреть, красить вот эти железные штуки или нет. Я специально взяла не золотые, а взяла серебряные, потому что мне кажется, что под белый цвет ширмы лучше будут смотреться вот такие серебряные. Но вот вопрос, красить их или нет? Тоже. Потому что мне кажется, что с железного краска очень быстро может облезть. Это будет некрасиво смотреться. Или может быть их вообще чем-нибудь другим. Акриловая краска какой-нибудь красивый зафигач. Белый. Не знаю. Короче, будем думать. Итак, мои хорошие. Сейчас я распаковала все наши 4 двери. И первое, что мы будем делать, это шуруповертом прикручивать наши петли. Для этого я сейчас равномерно отмечу 3 точки, куда мы будем шуруповертом работать. Я выбираю, можно выбрать по-разному, но я выбираю, чтобы вот так смотрела вниз это. То есть, если другой стороной перевернуть, то эти рейки смотрят вверх. Ну, как-то мне не особо нравится. Вниз. Наверное, так правильно даже, да? Вниз. Ну, да, чтобы пыль не забивалась. Ага, чтобы пыль не забивалась. Точно. А на другой стороне будет забиваться. Али с другой стороны вверх смотрят и здесь вниз. Ну, в общем, все, вниз. Сейчас я их укладываю и работаю. Все, мы приделали наши петли. Мама мне в этом помогла успешно. Теперь я поеду за краской и буду все это красить. Итак, я крашу водоэмульсионкой обычной. Я спросила в магазине, кстати. Хотела я что-то, знаете, чтобы и лак, и лак вместе, и краской вместе, все вместе, короче, было, чтобы просто покрыли и все. В итоге он говорит, что нужно зачищать. А я понимаю, что все это зачищать наждачкой все очень сложно. В общем, я решила просто водоэмульсионкой, которая у меня была, покрасить все. И все, два слоя сделать. И потом посмотрим, что будет. Крашу кисточкой вот такой вот. Ну, это такое, знаете, кропотливое занятие. Смотрите, как я крашу. Я не крашу по одной рейке. Я сразу набираю на кисточку широкую. Делаю вот так. Сразу несколько. Это я уже приноровилась. Потом вот так вот зачищаю каждый уголочек. Закрашиваю, чтобы не было никаких просветов. И еще раз провожу. И с другой стороны точно так. Кисточка, конечно, портится немножечко, но зато скорость. Кисточки недорогие, можно еще купить. Вот так. Еще момент хотела сказать. Когда я узнавала у человека в Леруа Мерлен, он мне сказал, что если вы хотите, чтобы была гладкая поверхность без заусенцев, то после первого слоя краски зачистите все наждачкой. Я говорю, блин, да это так долго. А есть что-нибудь такое, что не надо ничего зачищать, просто один раз лучше дороже купить, но только чтобы без лишнего геморроя накрасила все. Он говорит, в любом случае будет шершавая поверхность, какую бы краску или что вы не взяли. Я взяла на всякий случай наждачки. Взяла, честно говоря, вот по 8 рублей листы были большие. Это я маленький, это я оторвала от него. Сейчас вам скажу, сколько здесь. Короче, мелкая, ну не знаю, как знаете, ногти вот в афиг. Вообще прям мелкая. Нулевка, да, вот мама говорит, нулевка. И все, и просто я офигела, думаю, дай попробую на кусочки на одном. И вот здесь вот у меня буквально, допустим, да, я пробую шершава. Вот так провожу. И просто все гладенько. Мне кажется, что это вообще замечательно. Сейчас даже маме дам сравнить. И все, я решила, что полностью пройдусь, и оно будет гладкое и приятное. Ну, не прям может быть гладкое, что прям, знаете, как лак там покрытый, да. Я не хочу лаком вскрывать, чтобы не было бликов никаких, ничего, то есть матовое. И даже с водоэмульсионкой прекрасно будет. Сейчас дам маме даже сравнить. Потрогала? Угу. Шершава? Шершава. Ага. А, сейчас? Уже получше. Кайф? А второй слой будет очень кайф. Вот так прям прохожусь. Буквально. То есть не надо сильно ничего тереть. Ну что, мои хорошие, я все зачистила, более того, я задолбалась зачищать, потому что я зачищала каждую вот эту штучку. Проводила ей наждачкой вот так вот, раз, два. Ну, прям в углы из-за сне это, прям вот так вот, раз, два, раз, два. И вот эти вот тоже борта тоже. Ну, чтобы не было заусенцев, чтобы все было гладко, что-то мне так захотелось. Ну, я устала. Водоэмульсионки у меня не хватило, потому что у меня было всего полбанки. То есть банка целая хватит на четыре створки. А у меня было половина банки, потому что я с работы принесла. Думала, хватит. Но не хватило, поэтому я куплю еще одну и покрашу второй слой. Хотя, в принципе, с одним слоем мама говорит хорошо, но я как бы вижу, что да, неплохо. Но есть какие-то проплешины, которые я бы хотела закрасить. Поэтому сегодня куплю вторую банку и буду красить, наверное, ночью, когда малой будет спать. Посмотрим. Еще один очень важный момент и очень классный, что краска абсолютно не пахнет. Мама переживала, что будем выветривать, что надо без Дэнни красить. Она абсолютно вообще, у нее нет никакого запаха, пока красишь, ей высыхает. Вообще ноль, да? Вообще ноль. Даже открываешь ее. Вообще ноль. И она очень быстро сохнет. То есть буквально, я не знаю, пять минут она высохла. Ей, конечно, нужно основательно высушиться. И, допустим, второй слой, по-моему, там через час, через два написано наносить. Но я не придерживалась этого правила. Через час, в принципе, через полчаса уже наносила. Вот. Сейчас скажу, кстати, марку. Мама говорит, что водоэмульсионки все одинаковые. В принципе, вот. У меня вот такая фирма. Белая. Белая интерьерная для стен и потолков. Вот такая у меня белая. И, что хорошо, она очень легко смывается с любой поверхности, в принципе. Ну, твердой, да, с рук водой. И ее можно разбавить водой, если вдруг она подсохла. Короче, кайф. Смотрите, взяла краску. А она у них в новой упаковке теперь вот, в синей такая. И называется в коридорах и офисах. Для стен и потолков в коридорах и офисах. Матовая, еще и моющаяся. Представляете? Кайф. Ну, что, я покрасила, наконец-таки, свою ширурму. Сделала два слоя краски. И, кстати, хотела сказать, что вот эти вот пакеты, они мне очень пригодились. Как раз-таки первый слой я красила. Два пакета выкинула. То есть у меня было четыре двери. Четыре пакета. Два пакета ушло у меня на одну покраску. Я их потом выкинула. И два пакета на вторую. Сейчас я их просто тоже сверну и выкину. Они большие, удобные. Так что их не выкидывайте сразу. Они пригодятся вам, чтобы их подстелить. Вот. Ну что, теперь у нас будет новый фон. Я довольна. Все очень быстро и легко. Вот такая ширурма теперь ждет вас в новых видео. Если вам понравилось мое видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Впереди много интересного. Я вас люблю. Целую. Пока. До следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok